В этом видео я продемонстрирую, как с помощью SQL Map получить удаленный доступ к веб-серверу. Принцип работы точно такой же, как мы и делали в одном из предыдущих видео. В каталог веб-сервера загружается скрипт, который затем запускается. Имейте в виду, что для каталога, в который будет загружаться файл, должно быть установлено право записи или создания файла. В одном из видео мы уже поменяли настройки доступа, поэтому оставим все без изменений и приступим к тестированию. Давайте взглянем на опции программы SQL Map. Для управления удаленной операционной системой доступны следующие опции в секции Operating System Access. Обратите также внимание и на соседние секции. В зависимости от ваших задач, они также могут быть вам полезны. В предыдущем видео мы уже тестировали приложение Buggy Web Application и записали HTTP запрос в файл. Давайте снова воспользуемся данным файлом. Запускаем указанную на экране команду. Заметьте, что опция Batch здесь не используется, так как мы будем вручную выбирать некоторые параметры. Здесь нам предлагают 4 опции. Так как у нас сервер работает на PHP, то выбираем цифру 4. В этом меню нам предлагается выбрать каталог, куда будет записываться бэкдор. Мы выберем первый вариант. Если тестируете удаленный сервер, защищенный фаерволом, то рекомендую всегда выбирать обратное подключение, то есть сервер сам подключится к нашему компьютеру. Нам также предлагают указать IP-адрес и порт, однако оставим те, что предлагает программа. Здесь нам предлагают, какой тип терминала мы хотим. Обычный shell, то есть стандартный терминал для ввода команд, либо метропритер. Метропритер представляет собой более расширенную версию стандартной командной строки. Работает она под управлением Metasploit. Поэтому, если вы не знакомы с Metasploit, то советую ее изучить. Программа очень полезная. Выбираем метропритер. Затем выбираем 32-битную систему. И сразу после этого запускается Metasploit. И как вы видите, у нас создается канал связи с веб-сервером. Теперь мы можем управлять им, отправляя различные команды. Давайте взглянем, какие команды присутствуют в метропритер. Для этого просто введите слово help или знак вопроса. Все команды для удобства разделены на секции. С помощью них вы можете узнать базовые сведения о операционной системе, сетевые настройки и так далее. Имеются команды для работы с файлами и системой. Для примера, давайте введем команду sysinfo. Она отобразит базовые сведения об операционной системе. Теперь проверим, какие порты открыты. Для этого введем команду netstart. Состояние listen означает, что система буквально слушает сеть на определенном порту. Состояние established указывает, что в данный момент имеется установленный канал связи. Однако, если вы хотите перейти в режим обычной командной строки, то достаточно ввести команду shell. Продолжение следует...